Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всех поздравляю! Тесла плюс 21% вчера. Мы покупали Тесла по 141 долларам. И затем Тесла выросла до 260. Поздравляю всех! В этом видео сделаем теханализ биткоина. Тесла, подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Биткоин поднимался на 68 800 и откатился на 67 900 долларов. Но хороший рост показал. Я был, честно говоря, удивлен. Тут перевернутая голова и плечи формируются. Трейдеры общаются в моем телеграмме. Капитализация рынка 2,4 триллиона. 383 тысячи посетителей на моем сайте. Биткоин падает чуток. Можете включить это все у себя на телевизоре. BitcoinPrice.Live. 60 тысяч долларов бонуса на Bybit. И мировой трейдерский турнир. Индекс страха и жадности, доминация, фандинг. Цена. Хороший рост показал от 65. В этом видео сделаем теханализ. Покажу свой торговый аккаунт. Я в основном остаюсь в кэше пока. Я купил вчера дошкоин на 52 тысячи долларов. И в общем, сделаем теханализ Тесла. Подписка, лайк, колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Это было вчера. Хочу показать вам в твиттере. 93 тысячи фолловеров. И это было. Где же? Тесла. Инвесторы. Прямо сейчас. Потому что массивный памп. И большая прибыль. Всех поздравляю. Я знаю, как крепко ты упаковался Теслой. Поздравляю, брат. Рыбалка не означает, что нужно прыгать в воду и ловить каждую рыбу. Это где я написал, что я покупаю Теслу по 141. По 141. И сказал, я покупаю Теслу. 202 тысячи просмотров. Увидели, как я покупаю Теслу по 141. А вы купили Теслу по 141? Такой опрос я делал. И Тесла. Массивный памп вчера. Я вам покажу на графике. 21% роста. Два... Да, ни хера себе. 21%. Для Тесла это важно. Потому что... Ну, по-разному важно. Открываем недельный. Тесла смотрим массивный, симметричный треугольник. И формируется уже этот треугольник 4 года. Давление, давление. И вверх выходим. И это приведет нас на 600 долларов в итоге. И вот смотрите, вчера что произошло. Какой памп, как огромный. Это была самая большая свеча, которая когда-либо была вообще на Тесла. 21%. Та уже готовы выходить из этого треугольника. Потому что 70% длины. Обычно выходим в этой точке. И если Тесла выйдет из этого треугольника, то цель тогда получается. 600 долларов. Мы покупали Тесла по 141. И теперь уже Тесла выросла на 86%. С тех пор, как мы взяли по 141. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Огромная перевернутая головой плечи на Тесла. Готова уже выходить вверх. Криптогурубот держит сигнал на покупку. Биткоин-индикатор-бот дала сигнал на продажу. Но стахастик направлен вверх. И прекрасный финансовый отчет квартальный. Теперь открываем биткоин. Начинаем с недельки, как обычно. Первое. Ну, два тут паттерна. Сразу, которые видно. Это огромная. Чашка с ручкой. На недельном. А также массивный бычий флаг. Который тоже. Биткоин уже готов пробивать вверх. Стахастик, хотя в перекупленности. Да, мне не нравится покупать, когда стахастик в перекупленности. А я люблю покупать, когда внизу стахастик в перепроданности. Вот здесь было. Здесь тоже было. Тут тоже стахастик в перепроданности. И время покупать, а в перекупленности продавать время. Не бьютифул покупать, когда стахастик в перекупленности. Криптогурубот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на покупку на прошлой неделе. В продажу пока не перевернулся. Стохастик идет вверх, и у нас тут восходящий треугольник. Обычно давление-давление вверх выходим. Это приведет биткоин на 88. Давайте еще смотрим на дневной. Стохастик тоже в перекупленности. То же самое, как и на недельке. Как я учу на своих курсах по криптотрейдингу, видите, перекупленности – это время продавать. А когда в перепроданности, стохастик, то это время покупать. То же здесь, смотрите, перекупленность – продаем. Перепроданность – покупаем. На 52 тысячи, видите, то же самое. Здесь время продавать, а тут-то покупать время. Вот так я и торгую. Посмотрите на… Сейчас покажу вам, где покупаю, продаю. На Bybit показываю. Смотрите, здесь у меня 700… 711 тысяч и 800 долларов. По неделе было 729. По месяцу было 643. 90 дней. Было 530. И поднимался максимум 740. А это мои сделки на биткоине. Вот смотрите, у меня все в тему. Все трейды. Там, как я показывал на графиках, покупаем, продаем. На пиках, где я продал биткоины. По 62. Купил 52. Продал 62. Купил 59. Продал 66. У меня какие у меня гениальные трейды. То посмотрите, показываю. Все в профит. Ну это невероятно вообще. 26, 23, 27. Это реальные доллары, настоящие. 22, минус 6, плюс 12. Поэтому, когда стахастик в перекупленности, то нужно продавать. Но опять же, восходящий треугольник. Но я бы оставил эти две торговые идеи. Да вчера, на самом деле, биткоин вырос-то неплохо. Подошел снова к сопротивлению. Но я все-таки попытаюсь поймать биткоин ниже. На 63. Потому что деньги вы делаете, когда покупаете. Если я сейчас возьму. Ну, честно говоря, я бы убрал это все. Что теперь мы видим? Мы видим восходящий клин. Давайте еще поубираем. Чтобы прям совсем по-свежему. Я вижу восходящий клин. Кто видит восходящий клин? Если вы не видите, то вы должны пройти мои курсы по криптотрейдингу. И сразу увидите все. Восходящий клин формируется. Да, все-таки супер бульш. Все на рост настроены. Да, что это означает? Если биткоин упадет, а что бы биткоин расти перед выборами? Вопрос. Не знаю, что расти биткоины. Потому что эскалации. И потому что восходящий клин. Видите? Внутри давление. Давление. Вниз выходим. И проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. Поэтому цель 53 тысячи. Что-то по-любому произойдет. Да не знаю, что это будет, но по-любасу что-то произойдет с биткоином. Что отправит его на 53 тысячи. Поэтому я бы поставил две заявки. От 59 будет хороший отскок. А также вот здесь. На 62 тысячи. Вот три уровня, на которых я хочу купить. 62, 59, 53. Это мои зоны для покупки. Но если этот восходящий клин отработает, то это очень опасный паттерн. На самом деле, биткоин вверх не выходит. Этот восходящий клин. Очень опасная фигура. Поэтому я попытаюсь поймать биткоин на уровне 53 тысячи. Я не знаю, что там за события, конечно, в мире произойдут. Но этот восходящий клин, который формируется, он опасный. Не знаю, что за новости будут. Наверное, какая-то эскалация. Потому что формируется восходящий клин. А затем я буду торговать биткоин до 88. Когда подберу его на 53. Я бы даже пониже. Здесь цена входа 53,410. Стоп лосс на 51,733. Тейк профит на 88. Риск 1600 долларов. Заработать можно 36 тысяч долларов. Вот такую сделку я бы открыл на биткоине. Я знаю, что выглядит не очень. Выглядит странно. Но это то, что я бы сделал. Поэтому нужно откорректировать ордера, которые я поставил на Bybit. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки на Bybit. Бонус 60 тысяч долларов. А также мировой трейдерский турнир. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И присоединяйтесь к телеграмму. Теперь нужно поставить заявки на Bybit. Но мне уже поставлены на 63 300. И на 10 биткоинов по 59063. Это в расчете на отскок поменьше сумму нужно поставить. Потому что восходящий клин – это очень опасно. И также стоп-лосс и тейк-профит. Я хочу поймать просто на… В расчете на хороший отскок. 63 – это не тот уровень, где можно загружаться на полную. И если отскочит, то он отскочит до 65. Поэтому тейк-профит нужно поставить на 65 тысяч. Это, конечно, небольшая такая сделочка. И стоп-лосс тоже очень плотный. Надо поставить… Я бы поставил его на 61 500. Но, честно говоря, я вообще отменю эти заявки. И поставлю лучше одну крупную заявку. Но это не финансовый совет, все. Я просто делюсь своим мнением. Но я попытаюсь поймать биткоин на 53 400 долларов. И поставлю там заявку на 20 биткоинов. Будем заходить. Посмотрим. 20 биткоинов – это миллион долларов. Размер позиции… Не знаю, конечно, опустится ли биткоин на 53, но это просто мой теханализ. Поэтому, ребята, если что, без обида. И также на споте я все это отменяю. Потому что не знаю, что произойдет с альткоинами. Если биткоин действительно упадет, то что там будет дальше? На балансе у меня 711 тысяч долларов. Я начинал этот аккаунт со 150. А также 300 тысяч я вывел. MCRT у меня на 84 900, плюс 4,4 процента. Хорошо. Доджкоин. Я купил вчера на 50 тысяч долларов. Минус один там с чем-то процентом. Юнисвап на 30 тысяч долларов. На тридцатку брал, так оно и осталось. Про свои покупки-продажи я пишу в Твиттере. Поэтому обязательно подписывайтесь. Джеймс Криптогуру. Синяя метка верификации. 93 тысячи фолловеров у меня. Теперь давайте на доджкоин посмотрим, что может быть причиной падения биткоина. Так массивно. Что же может случиться? Давайте посмотрим, на додж повлияет как-то это все или нет. Такое падение, которое будет на биткоине. Доджкоин в перекупленности тоже. Давайте очистим чарт. Посмотрим свежим взглядом. Неделька. Дубль-В. Стохастик в перекупленности. Дневное. Восходящее. Какой-то паттерн формируется реально. Это просто канал. Доджкоин в канале, похоже, тоже может опуститься на этот уровень на 11 центов. Да что же может стать причиной этого падения? Давайте еще 4 часа. Я вижу потенциал для сильного падения. На 4 часах-то тут-то бычий флаг, правда. Видите? Проходим расстояние по высоте флагштока. Вот это расстояние. Поэтому доджкоин я, пожалуй, закрывать не буду. И цель по выходу из этого бычьего флага 17 центов. Не продаем. Да хороший-то бычий флаг. Не знаю. Если кто захочет зайти, то можно подобрать на этом уровне. Мы тянем тейк-профит на 17. Вот такую сделку можно было бы открыть на доджкоине 0.134. Стоп-лосс на 0.132. И тейк-профит на 17 центов. Давайте еще на общую капитализацию рынка посмотрим. Да, смотрите, тоже на общей капитализации рынка формируется большой... Ну, не знаю, похоже на бычий флаг, похоже. Но также перевернутая голова и плечи. И, подождите, не здесь плечо, голова, плечо. Но для меня я вижу, что стахастика в перекупленности. На недельном и вниз развернулся. Это симметричный треугольник. Если будем вверх выходить из этого треугольника, то пройдем вот это расстояние из этого треугольника. Если вверх выйдем, идем на 3 триллиона. Но если вниз пойдем, то тогда идем на этот уровень. На желтую трендовую линию. Желтая трендовая линия основная. Еще с июля 22 года. То, похоже, что может, может упасть опасность. Надо сократить позицию в Доджкоине. Но там же бычий флаг. Даже не знаю. Да, но почему вниз? Что будет за причина? Стохастик тоже перекупленности. Нужно сократить позицию на альткоинах. MCRT я продавать не буду, потому что наоборот хочу покупать. Доджкоины тоже вырос. Я купил на 50 тысяч долларов. И там еще похоже на бычий флаг. Может быть и вверх выйдет. Интересно. Сокращать, не сокращать? Напишите мне в комментариях, что вы думаете. Хорошо, я пока что оставлю как есть. Давайте посмотрим на Юнисвап теперь. Юнисвап. Где он? Где-то здесь был. Год, кстати, вырос с тех пор, как я купил. В Твиттере пока не показывает тут. Ну ладно. Слишком новый актив, там еще нечего делать теханализу. А, комментарий давайте почитаем. Сделай, пожалуйста, Юни. Почему ты снова купил? Да, потому что там вниз цена пошла. Меня забросали спамом под моим комментарием. И через несколько минут все это исчезло. Как ты это сделал? Да я просто вот так раз и удалить. Ты никогда не рассказывал нам о ГОАТ. Да я запостил в Твиттере. Поэтому подписывайтесь на Твиттер. Я в Твиттере рассказывал. Артур Хейс купил по 29 центов. И тоже писал об этом. Я увидел этот твит. Вот я тоже написал. Когда я увидел этот пост, я хотел купить, но уснул. А ГУРУ ВЕНЧИРС купили БОАТ по 35 центов. И теперь ГОАТ вчера вырос. Там хороший рост показал, где это было. Что-то большое скоро произойдет в Мэджик Крафт. Не пропустите. Команда Мэджик Крафт постоянно выпускает какие-то обновления. Это просто невероятно. Максит потрясающий человек. Подпишитесь на него тоже в Твиттере. Максит Сео. Мэджик Крафт. Додж. Департамент. Игрового превосходства. А это ГОАТ вчера. 78 центов. Больше 100% уже сделал прибыли. Ссылки в описании под видео. И покажу еще отзывы студентов, которые прошли мои курсы. Меня кто-то называет Нострадамус. Этот подписчик заработал почти полтора миллиона долларов. И посмотрите, сколько студентов зарабатывают миллионы долларов. Столько комментариев, даже не знаю, какой выбрать. Спасибо тебе за твою мотивацию. Ты ведешь нас к финансовой свободе. Ты реально крутой чувак. Спасибо тебе за все твои уроки. И вот смотрите, сколько таких сообщений и прибыль, которую зарабатывают студенты. Три тысячи долларов, восемь тысяч семьсот долларов, шестьдесят пять, сто шестьдесят три тысячи долларов, десять тысяч, сто тысяч. Это я просто просил, чтобы посбрасывали скрины со своим профитом. И это они и сделали. Я читаю эти комментарии постоянно. Ну что ж, на этом все на сегодня. И я наблюдаю внимательно за рынком. Также присоединяйтесь к телеграмму. Там прямо сейчас сто двадцать один трейдер онлайн. Я увидел, рынок падает. Ну посмотрим. Все выглядит пока что не очень бьютифл по теханализу. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Будем наблюдать за рынком. Если что, я все продам. Но я думаю, что доджкоин выглядит так, что будет рост. Но на биткоине опасная ситуация. Что-то я чувствую должно произойти. То, что поведет биткоин на пятьдесят три тысячи. Дональд Трамп, если не выиграет выборы, тогда будет массивная война. Всех люблю, обнимаю и увидимся завтра.